Пробурили не там. В итоге полгорода без воды движение автотранспорта ограничено. О причинах и последствиях аварии на водопроводе в первой части выпуска. Ненецкий округ в числе лидеров по уровню развития экономики. Все же показатели нужно повышать. Глава региона представил доклад о социально-экономическом положении округа. Новые цены хоть и заявлены с 1 июля, но перешли на них пока только фирменные магазины. Когда дешевая молочка будет во всех магазинах? Полгорода осталось без холодного водоснабжения. Виной всему авария на водопроводе. Из-за ЧП также перекрыта автодорога в районе дома номер 5 по улице Ленина. Изменены маршруты движения автобусов. Корреспонденты нашего телеканала узнали о причинах и последствиях повреждения водопроводной трубы. В 11.14 на пульт главного управления МЧС по Ненецкому округу поступило сообщение о прорыве водопроводной трубы в районе дома номер 5 по улице Ленина. Сейчас там ведутся работы по устранению аварии. Причины ЧП выясняются. Как пояснили мастера по выполнению работ на этом участке, авария произошла из-за отсутствия схем старого водопровода. При замене трубы мастера строя участка ориентировались на показатели глубины другого колодца, на котором старая труба находилась на глубине 3 метра 20 сантиметров. На участке же, где произошла авария, старая водопроводная труба проходила на глубине 3 метра 90 сантиметров. Мы провурили, пошли обратно на расширение, ну и задели трубу. По расчетам была труба, вот эта рабочая, которую мы провали на 3 метра, оказалась на 3,90. Вот эти 90 сантиметров у нас сыграли. То есть проектировщики? Ну, труба старая, со времен города образование. Кто знал, даже нет вот этих всех схем, на какой глубине она. В течение суток будет прекращена подача холодной воды в дома по улицам Ваучейского, Первомайской, Хатанзейского, Оленной, Полярной, Чернова, Пырерки, Нинецкой, Тыковылки, 60 лет Октября, Рабочей, Строительной, Титова, Зимней и Зеленой. В связи с аварией на водопроводе изменены маршруты автобусов. Автобусы номер 411 и 8 пойдут по улице Первомайской. Автобусы номер 413 и 4 они будут заезжать на площадь Ленина с улицы Ваучейского, они сразу поедут на Октябрьскую. Маршрут номер 2 туда-обратно по Ваучейского с заходом на площадь Ленина. Планируется открытие временной остановки в районе Кольца на Первомайской. В связи с прекращением подачи холодной воды жители города могут пополнить запасы питьевой воды из колодцев. Их адреса улица Рыбников 19-Б, Ленина 52-54, Авиаторов 8, поселок Сахалин, Калмуково 9, Заводская 19 и переулок Северный 7. Дополнительно две автоцистерны с питьевой водой будут находиться в районе улицы Оленой, дом 25 и на улице Первомайской в районе здания вневедомственной охраны. Также возможны временные отключения горячей воды. Телефоны горячей линии администрации города 4-20-69 и 4-21-53. Алина Ваучейская, Дмитрий Щепанов, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Мост через Кую будет закрыт с 9 часов вечера 3 июля до 9 часов утра 4 июля. Там будут проводить планово-предупредительные работы на автомобильной дороге на Ринмар-Красное. Плановый ремонт моста будет проходить на основании утвержденной проектно-сметной документации на 8-м километре автомобильной дороги. В целях обеспечения безопасности дорожного движения приказом Архангельск-Автодора на участке производства работ введено ограничение движения автомобильного транспорта. Напомню, что Куйский мост будет закрыт с 9 часов вечера 3 июля до 9 часов утра 4 июля. Увеличить площадь жилфонда региона, построить дороги, отвечающие нормативным требованиям, повысить продолжительность жизни и снизить уровень безработицы в Ненецком округе. Основные направления бюджетной и налоговой политики представил в Рио главы региона Игорь Кошин. Он выступил с докладом о социально-экономическом положении в округе. По уровню развития экономики Ненецкий округ в числе лидеров наряду с Ханты-Мансийским автономным округом, Тюменской и Московской областями, Краснодарским краем и Республикой Татарстан. Так, среднедушевой доход населения на 2014 год составляет 70 213 рублей. Показатель средней заработной платы по региону 67 408 рублей. Впрочем, за трехлетний период социально-экономические показатели снизились и нужно приложить максимум усилий, чтобы они вновь выросли, отметил глава региона. Теперь, когда полномочия из Архангельской области вернутся в Ненецкий округ, в первоочередном порядке нужно будет решить основные социально-экономические проблемы, такие как состояние дорог и жилищно-коммунальной инфраструктуры, ситуацию с рабочими местами на производстве, а также развивать малую авиацию и традиционные виды деятельности. Теперь благополучие Ненецкого округа полностью в наших руках, в том числе и вопросы инфраструктурного развития. И я уверен, что мы все вместе готовы нести ответственность за социально-экономическую ситуацию в нашем регионе. Мы совершенно четко понимаем, как нам планировать бюджет и какого результата мы хотим достигнуть. Договором установлена четкая и понятная система взаимоотношений между округом и областью, что особенно важно. Отметил глава региона и необходимость исполнения указов президента Владимира Путина. Так, основное внимание Игорь Кожин уделил реализации майских указов в части обеспечения доведения заработной платы педагогов дошкольных образовательных учреждений до средней зарплаты в сфере общего образования в регионе. Кроме того, Игорь Викторович дал поручение решить вопрос по увеличению средней зарплаты педагогов образовательных учреждений общего образования до средней зарплаты в регионе. Мне как образованцу очень больно, что до сих пор не выполняется указ президента по повышению заработной платы работников дошкольного образования. Это самые трогательные люди, самые терпеливые, самые искренние, потому что они работают с самыми маленькими детьми. И, конечно же, государство просто обязано им уделить это внимание. И, на мой взгляд, у нас возможности в регионе для этого есть. В сфере строительства автомобильных дорог тоже ожидаются перемены к лучшему. С января 2015 года округ получит возможность в полном объеме осуществлять дорожную деятельность в отношении дорог регионального и межмуниципального значения. Это позволит осуществить проекты, направленные на развитие транспортной системы региона. Так планируется строительство автомобильных дорог на Ринмар-Индига, объездной дороги на Ринмар-поселок Искателей. Ну и, наверное, не только предпринимателям, а и всем жителям округа, в том числе автомобилистам, будет интересно, что добились мы все-таки решения президента о продолжении строительства дороги. Также одной из приоритетных задач развития Ненецкого округа глава региона поставил обеспечение жителей доступным благоустроенным жильем. Для решения этой задачи реализуется госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого округа». Общий объем финансирования этой программы до 2024 года составляет около 15,5 миллиардов рублей. В 2014 году планируется ввести за счет всех источников финансирования 49 тысяч квадратных метров жилья, с 2015 года по 70 тысяч квадратных метров ежегодно. С учетом поддержки из окружного бюджета к 2020 году 4300 семей улучшат свои жилищные условия, отметил Игорь Кошин. К 2021 году на каждого жителя округа должно приходиться по 27,2 квадратных метров жилья. Илья Сахаров, Алина Вучейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Зафиксировать цены на местную молочную продукцию и повлиять на снижение цен продукции привозной. Именно на это нацелен принципиально новый механизм господдержки сельхозтоваропроизводителей молочной продукции на территории Ненецкого автономного округа. Суть программы субсидирования нового формата заключается в поддержке не только произведенной, но и реализуемой продукции. На выполнение программы во втором полугодии 2014 года из средств окружного бюджета дополнительно выделено 70 миллионов рублей. Стоит сразу отметить, что дополнительная субсидия – это не принудительная мера. Это новый формат поддержки в условиях рыночной экономики, принимать его или нет в право каждого производителя. Сельхоз, товаропроизводитель вправе сам выбирать. Продавать ему молоко по 50 рублей или по 150 рублей – это его право. Мы просто ему предоставляем такую возможность. То есть, если он продает и идет, работает на наших условиях, то ему платится субсидия. Но он может выбирать. Вот в чем прелесть этого субсидирования. Новый формат субсидирования сейчас проходит в переходный период. Фиксированные цены хоть и заявлены с 1 июля, но перешли на них пока только фирменные магазины. Оптовикам же необходимо время, чтобы перезаключить договора на реализацию. Как отметил Сергей Киселев, на это потребуется не более 5-7 дней. Также немаловажным моментом в ценообразовании молочки является такое понятие, как базисная жирность. То есть, цена фиксируется на определенной жирности конкретного молочного продукта. У всех она, конечно же, разная. В случае, если сельхозтоваропроизводитель производит продукцию жирностью выше установленной, автоматически происходит перерасчет субсидий. Соответственно, и цена такого продукта будет немного выше. А теперь посмотрим, какой жирности продукты мы будем покупать, а главное, по каким ценам. Продолжение следует... Снежок – 110 рублей 2,5%. Напомним, предельные цены реализации зафиксированы с 1 июля и уже действуют в магазинах фирменной торговли. А в течение недели на новые фиксированные цены перейдут и оптовики, которые примут новые условия господдержки. Надежда Литкова, Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Сейчас прервемся на короткую рекламу и вот, что вы увидите далее. В НАО подвели итоги ЕГЭ. Результаты впечатляют. О героях поименно расскажем очень скоро. 78 лет на страже безопасности дорог. Сотрудники госавтоинспекции сегодня отмечают свой профессиональный праздник. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реализуют пиломатериалы длиной 4,6 метров, цемент, фасовки по одной тонне и 50 килограммов, газосиликатные и пенополистирольные блоки, металл в широком ассортименте, утеплитель плитами и рулонами, панеру, сухие смеси, эмали, водоэмерсионную краску и многое другое. Магазин. Поселок Качгард, улица 60 лет октября, дом 30. Торговый отдел. Улица Заводская, дом 2, вход с торца, второй этаж. Склад находится на территории лесозавода. Телефоны для справок 8-911-654-13-15 и 8-911-556-04-25. Акция для рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов в вашей рекламной телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 2-17-17. Мы продолжаем выпуск. Проектом общественной молодежной палаты при собрании депутатов Ненецкого округа заинтересовались другие регионы. Речь идет об аленотранспортных батальонах. Идею проекта поддержали во время форума «Ладога», который проходил в Ленобласти. Результаты поездки наши делегации обсудили накануне, во время очередного и, кстати, последнего заседания молодежной палаты. Правда, это заседание стало последним лишь до осени. В сентябре молодежная общественная палата вновь заработает. А пока перед заслуженным отпуском ее представители подвели небольшие итоги. К примеру, говорили о прошедшем форуме «Ладога». Один из проектов, связанный с аленотранспортными батальонами, попал во внимание Мурманской области. Идея принадлежит активистам общественной палаты. В Ленинском округе ее реализуют уже два года. Так, например, один из главных результатов – появление в календаре новой праздничной даты. С прошлого года НАО 20 ноября отмечает День памяти участников аленотранспортных батальонов в Великой Отечественной войне. Очень приятно, что тот проект, который мы сделали по аленотранспортным батальонам, заслужил внимание других регионов. Это значит, что не только жители Ненинского округа поддержали наши молодежные мероприятия, но и они востребованы за пределами Ненинского округа, особенно в Мурманской области. Проект в округе продолжат реализовывать. Так, например, во время празднования юбилейного парада Победы отмечают авторы идеи. Горожан и гостей города будут ждать сюрприз. Какое именно, пока эту тайну не раскрывают. Обсуждали на заседании и поездку нашей делегации на предстоящий федеральный форум «Селигер». Помимо этого, председатель молодежной палаты объявил о вхождении в нее трех новых представителей. Это Юлия Талеева, Наталья Лебедева и Богдан Исполинов. Теперь новость, которая касается всех бывших школьников и их родителей. В Ненинском округе подвели окончательные итоги сдачи ЕГЭ. Скандалов нет, оценки гораздо лучше. Знания, которые показали выпускники в этом году, поразительные. Иначе не скажешь, чего стоит работа одной Анастасии Просуковой. Девушка набрала максимальный балл сразу по трем предметам – русскому, химии и биологии. К слову, таких достижений в Ненинском округе не было ни у кого. Теперь об общей статистике. Экзамен по русскому языку сдали все до единого. Средний балл составил 63,9. Максимальный результат по этому предмету у трех выпускников. Его получили Анастасия Просукова, Дарья Горностая и Полина Сидейская. Средний балл по математике – 43,9. Наивысший результат у Константина Микова, выпускника четвертой школы. Он набрал 91 балл. Впрочем, одному ученику по этому предмету не удалось справиться с заданиями. Он не сумел преодолеть минимальный порог. А самыми популярными экзаменами по выбору среди бывших школьников стали общество знания, биология, история и физика. По этим наукам проблем выпускники не испытали. Все набрали положительное количество баллов. За всю волну сдачи ЕГЭ не зафиксировано ни одного нарушения со стороны учеников. Зато в конфликтную комиссию поступило три апелляции о несогласии с выставленными баллами. Одна апелляция была удовлетворена. Результат повышен на один балл. Две другие апелляции отклонены в связи с отсутствием оснований для изменения результатов. Работники госавтоинспекции сегодня принимают поздравления. Стражи дорог отмечают 78-летие. В честь этой даты на торжественном собрании лучших сотрудников ГИБДД наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Все годы своего существования госавтоинспекция решает сложные и многоплановые задачи. Организация дорожного движения, надзор со состоянием дорог, пресечение правонарушений. Но самое главное из них было и остается сохранение жизни и здоровья граждан на дорогах страны. В день профессионального праздника начальник отдела ГИБДД УМВД России по Неницкому округу Александр Стрепетилов поздравил личный состав и ветеранов службы ГИБДД с профессиональным праздником, пожелав им счастья, здоровья, благополучия и безопасных дорог на жизненном пути. Коллектив госавтоинспекции Ненинского автономного округа работоспособен, способен выполнять все возложенные на него задачи и готов обеспечивать безопасность дорожного движения на территории округа и днем, и ночью. Мы вновь прервемся и вот что вы увидите сразу после рекламы. Суровое северное лето не стало помехой для открытия первого за всю историю округа официального пляжа. В райском уголке побывала наша съемочная группа. Если любимой семье нужны витамины, он тут как тут. Ваш любимый Нарфрут. Широкий ассортимент фруктов и овощей. Экзотические фрукты, ореховая продукция. Сахар, мука, растительное масло. Возможно, бесплатная доставка по городу. Склад Нарфрут. Территория бывшего рыбокомбината. Телефон 8-911-650-6011. Летняя навигация в разгаре, а значит без транзита не обойтись. Торгово-производственная база «Транзит». Грузопассажирские перевозки на теплоходе СТ-27 по маршруту Нарьянмар-Щелья-Юр-Нарьянмар. Для пассажиров уютные каюты, столовая, двухразовое питание. Квалифицированный персонал, опытный экипаж. Расписание движения уточняйте по телефону 8-911-650-4040. Или по адресу поселок Факел, юбилейная 98. Акция для рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов в вашей рекламной телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 217-17. Мы продолжаем выпуск. Суровое северное лето не стало помехой для открытия первого за всю историю округа официального пляжа. Сейчас рабочие устанавливают буйки и ограждения, информационные стенды и кабинки для переодевания. На будущем пляже побывала и наша съемочная группа. Подъехать к Голубым озерам сейчас непросто. Дорога местами затоплена так, что преодолеть преграду сможет не всякий внедорожник. Обустройство пляжа на Крайнем Севере – своего рода эксперимент. В Заполярье не так часто бывают теплые дни, поэтому люди стараются не упустить возможность позагорать и искупаться. Теперь это можно будет сделать в обустроенном месте. Будет стоять кабинки для переодевания, будет два биотуалета, будут урны для сбора мусора. Также флаг, что будет стоять с флагами желтый и черный. Желтый – это купание разрешено, черный – это купание запрещено. Купаться здесь станет безопасно. Водолазы убрали с одного озера мусор, очистили береговую линию. Официально пляж откроется после положительного заключения инспекции по маломерным судам. Его должны выдать, как только будут установлены буйки, кабинки и стенды. Сразу после этого на пляже появится дежурный персонал. Здесь получается не пляж, а место массового отдыха населения, которое не предусматривает работу спасателей. Каких-то профессиональных подразделений спасателей. Поэтому здесь будут находиться люди, которые будут смотреть за порядком. Однако назвать открытие пляжа своевременным язык не поворачивается. Лето в этом году жарой не радует. Очередь из желающих искупаться на первом в Ненецком округе официальном пляже почему-то не выстроилась. Наверное, всему виной погода. Все-таки плюс 5 и ледяной ветер – не самое лучшее время для купания. Для открытия пляжного сезона только снега не хватает. Синоптики обещают потепление уже завтра. А на ближайшие дни прогноз неблагоприятный. Дожди и температура воздуха не выше плюс 15. Так что помочь эксперименту не провалиться может только закалка северных жителей. Дмитрий Щепанов, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». К другим темам. Вслед за Ладогой в Ленинградской области стартовал еще один молодежный образовательный форум «Смысли». Делегация от Ненецкого округа на площадке хоть и скромная, всего два человека, зато оба с важными для нашего округа социальными проектами. Олег Котанзейский отправился на форум, чтобы понять, в чем же смысл. Думающая молодежь добиралась до лагеря по единственной неровной дороге, ведущей в поселок Стрельцово. Молодые люди перед входом на форум прошли почти предполетный досмотр. Жидкость – пожалуйста, а вот все, что связано с огнем – под запретом. Душ, в особенности умывальники, напомнили о пионерском прошлом. Впрочем, такие воспоминания приходят на каждом форуме, который организуется под открытым небом. Да и задачи у молодежных площадок практически всегда одинаковые. Сначала участникам дать знания, а затем их применить на деле. И самое главное, чтобы они познакомились друг с другом, выставили коммуникации. Потому что я уверен, что эти знания, которые они здесь получат, эти знакомства, которые они здесь приобретут, они будут всю жизнь служить. Они будут с ними рядом всю жизнь идти, эти друзья, и помогать им во всех делах. Конечно же, раз форум региональный, это не значит, что здесь только представители Санкт-Петербурга. Есть участники из других регионов и даже стран. На вторую смену, которая, кстати, началась сегодня, приехали ребята из США, Италии и Германии. Но главные герои – они, солдаты-срочники. Здесь их почти 200 человек. Отличить от гражданских несложно. Зеленый пиксель, он и в лесу зеленый. На форум они приехали без поставленных задач командира. Говорят, просто сменить обстановку. Знообразие хоть какое-то, сразу же гражданка чуется. Народ гражданского много. Они все в зеленом. Свобода хотя бы. А то там постоянные рабочки, это все такое. Писалось 4 дня уже, до дома. Ну, все равно приятно то, что пригласили. Прикольно все вообще. Кормят, кормили. Концерт какой-то тут. Наш регион на всмысле представляют Федор Валей и Светлана Тайбарей. Сейчас они оба живут в Петербурге, учатся. Но после получения диплома обещают обязательно вернуться в родной Наринмарк. К тому же впереди у Светланы реализация проекта на территории округа. Студентка Герцена собирается создать арктический образовательный центр. И идей у нее сразу несколько. Это и утилизация заброшенных объектов Арктики, превращение таких объектов в инвентарь для дальнейшего использования. Либо это будет музей под открытым небом. На форуме она хочет найти команду, чтобы совместно разрабатывать проект, а в дальнейшем воплощать его в реальность. Кстати, Светлана здесь еще и представляет молодежное отделение землячества «Нятва». Оно занимается объединением земляков на большой земле, чтобы люди совместно могли решать различные вопросы. В составе «Нятвы» Федор Валей. Молодой человек на подобном форуме впервые. Походные условия, проживание его совсем не пугают. Ну, я уже привык ночевать в палатках. У меня был опыт такой. В интернате ходили походы различные. Поэтому нет, мне страшно. Тем более я посмотрел, условия здесь хорошие. О своем проекте он говорить пока не хочет. Забегать вперед действий – это не его, признается Федор. А вообще изменять этот мир к лучшему здесь будут почти 2000 человек. Конечно, не все, но многие на форум привезли свой социальный или бизнес-проект. Обменяться опытом и представить свои идеи на суткомиссии участники еще успеют. Впереди целая неделя. Олег Танзейский, телеканал «Север», Ленинградская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова